Ну, больше всех упирались в такие страны, как Япония, Россия и Соединенные Штаты Америки. Наша Царская империя, да? Да, да, конечно, конечно, Царская, да, Российская империя. Это произошло только в 1897 году. Была денежная реформа, значит, денежная реформа, в учебниках открывается, там написано, денежная реформа Сергея Ильича Витта, тогдашнего министра финансов, по сути дела, агента западных банкиров. Так что Сергей Ильич Витта подсадил нас на золотую иглу в 1897 году. Вот я так со всем телеграфным языком вам объясняю, что такое золотой стандарт. Причем, конечно, знаете, некоторые думают, что золотой стандарт – это вот действительно, что у всех стран все одинаково. Но, предположим, там покрытие денежной эмиссией золотым запасом на 100% или на 50%. Я не буду сейчас приводить формулы, у каждой страны была своя формула. Но самая крутая формула, у какой, как вы думаете, была страна? У России. Самая крутая формула, самый высокий процент покрытия денежной эмиссии. То есть Сергей Ильич Витта постарался, очень постарался. Вот. Так что, ну а потом началась Первая мировая война. Я телеграфным языком рассказываю, пропускаю многие интересные сюжеты, детали. Ну и действие золотого стандарта было приостановлено. Вы же сами понимаете, война, печатный станок должен покрывать все военные расходы. Поэтому временно приостановили. Да, но нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Короче говоря, кончилась война, никто не готов был вернуться к золотому стандарту. Он, тот стандарт 19 века, назывался классическим золотым стандартом или золотомонетным стандартом. Вот. Ну, с большим трудом, значит, Англия в 1925 году частично восстановила золотой стандарт. Но это было частичное восстановление. Потому что это уже был не золотомонетный стандарт, это был золото-слистковый стандарт. То есть, если, предположим, вы там в 19 веке могли иметь одну бумажку какую-нибудь, предположим, там 10 рублей, и вы могли на эту бумажку поменять золотую монету, червонец золотой, то теперь, ну, не про Россию говорю, а я говорю про Францию, надо было иметь целый мешок денег для того, чтобы поменять этот мешок на один золотой слиток. То есть, на самом деле, конечно, очень был высокий барьер, который был непреодолим для большинства людей. Это был золото-слистковый стандарт. Некоторые страны так и не вернулись ни к золотомонетному, ни к золото-слистковому стандарту. Они вели так называемый золото-девизный стандарт. Золото-девизный стандарт – это, значит, привязка денежного знака, национального денежного знака, к какой-то валюте, которая уже, в свою очередь, обеспечена золотом. Ну, значит, золото-слистковый стандарт был введен, скажем, во Франции, в Италии. Ну, вот, а некоторые страны сказали, да нет, мы даже на сливки менять не будем, а вот у нас, при веру, будет, скажем, французский франк или итальянский лира. Вот мы можем при необходимости поменять, значит, на эти бумажные валюты. А дальше, ребята, сами действуйте. Если вам действительно нужен драгоценный металл, ну, вы там уж или сами отправляйтесь во Францию, или каких-то людей посылайте, для того, чтобы вам привезли золото.